всем привет ребята с вами катя и мы продолжаем the walking dead что же нам надо выбраться из соседнего дома но тут тоже ходят зомби мы вроде как нашли выход на балкон давайте попробуем через него выйти кстати да можно перебраться на крышу соседнюю и уже идти по крыше здесь ничего кроме личных вещей похоже если мы будем осторожны то нам и не придется спускаться не чтобы добраться до куда-то пошли после вас да что же вы все посылаете то бедного инвалида надо быть на готове тихо 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 почему везде сигдали у него руки нет ёб твою мать чё же вы его постоянно гоняете ли не через такое прыгала вы блин тут перепрыгнуть не можете спокойно ой чувство бэна мы потеряем ну прыгай бля да ладно что в меня ебать что будем делать мы с кенни можем с этим справиться чувак позволь помочь тебе ты и так уже пострадал еще одна причина по которой нам всем не нужно рисковать позаботься позаботься о ней если все это закончится плохо вы станете последным последние надежды для кемли для клементина мы присмотрим а а то действовать аккуратно тихо не кричи а чё ж ты кричишь то пацан а тише бэн или они нас заметят да постараюсь держать рот и зубки извините просто поднимите меня я поведи ногу кажется мы вытащим твою задницу правда я думал ты тихо о и он не жилец вашу ж мать что там я в порядке я в порядке мы можем тебя поднять мы сможем он он сломал себе позвоночник он ничего не сможет уже сделать его и проткнула насквозь просто вытернем его с этой штукой что блядь мы ничем ему уже не поможем боже не дайте исхудить меня у тебя остались патроны у меня остался только один у меня пусто дерьмо с ёбом отсюда что возвращайся ты нужен ей ли кенни это не обсуждается нет друг я не уйду нет что я только что сказал давай возьмем бэна уберемся отсюда кенни ты че делаешь какого хуя кенни ли все в порядке нет кен ничего не в порядке это то что я должен сделать и ты это знаешь пиздец найди девочку да нет 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 блядь вот идиот какого хера кенни я пытался помочь какого хера я пытался помочь какого хуя случилось там их там было слишком много бэн был совсем плохо я не знаю больше ничего господи чёрт боже я слышу а выстрел кенни убедился что бэн больше не будет страдать что знаете это был самый большой страх бэна у кенни оставался один патрон и вот так он его использовал боже бедный засранец ты видел как они умерли? никто бы не выбрался оттуда не жаль ли? ну ну может он и выбрался я не знаю ну насколько я помню кенни вроде все таки жив потому что в второй части мы его встретим такой спойлер небольшой фейл все что а все о 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 Это кошмар. Хочешь поговорить? Кенни был моим другом. Как только кто-то умирает, они не сразу получают отпущение грехов. Он всю же минуту мог чем-то пожертвовать ради друга. Понимаю. Слушай, Лей, это жутко, временно, и я хочу кое-что выяснить. Что именно? Кенни больше нет, значит, Омеду и мне нужно выжить ради Клементины. Ребят, вы будете для девочки хорошей семьи. Берегите ее. Мы сделаем все, что в наших силах, ты это знаешь. С тобой все хорошо? Это я должна тебя спросить. До этого на чердаке. Ничего. Что значит ничего? Просто пойдемте дальше. Мне кажется, она беременна. Блядь, переходите осторожно. Не хватило нам еще кого-то потерять. Потихоньку. Хотя, может, тут уже все прогнило. Риверстрит прямо впереди. Ой, осторожно. И даже в зданиях их полным-полно. Они никогда не знают, где их следующая жертва. Осторожно проходите здесь. Да, нам больше не нужны несчастные случаи. Прости. Прости. Все хорошо. У нас осталось трое. Я только обрадовалась, что мы смогли всех оставить живых. Всех спасти. Но не тут-то было. Ты хочешь по этой штуке против? Растинца у марши вон там, за углом. Нужно будет пройти здесь. Ну, по крайней мере, это не похоже на спортельную ловушку. Договорились. Кто пойдет первым? Ты самый низкий. У него ранена нога, а ты носишь себе еще одного человека. А у меня дела вообще плохи. Нам нужно принять решение. Первым пойду я на случай, если там что-нибудь случится. Ли совсем уже плох. Кто уверен? Да. Я же сказала, что она беременна. Он понял это. У Ли он уже темные круги под глазами. Он же начал бледнеть. Сделаем это ради нашей клеммы. С одной рукой как бы сложновато все это делать, конечно. Блин, ну эта вывеска, она ненадежна. Почти перешел, по ней легко ползти. Тихо! Ты в порядке? Да, но я в ловушке. И что ты будешь делать? Я что-нибудь придумаю. Вариантов у тебя мало. Можете мне помочь? Я не знаю, что мы можем сделать отсюда. Ну хоть что-нибудь. Ты в пизде, Ли. От похуй я буду пробиваться. Будешь пробиваться? В смысле? В смысле, меня уже укусили. Я просто пробьюсь через них до гостиницы. Какого хуя? Ну может ты пройдешь быстро, может все будет в порядке? Я не могу рисковать задерживать слишком долго. Стойтеся за городом у поезда. Ты с ума сошел? Это единственный способ. Вы меня слышите? Да, у поезда. Господи, мы придем. Не знаю, надо было, наверное, у лодок, ёб твою мать. Ну ладно. Ёлки-палки, как тут пробиться-то? Тут осталось идти чуть-чуть, но как тут пробиться? Да нет, Ли. Это просто пиздец. Как, как пробиваться? Я не понимаю. Ну, я же нажала! Блядь, тут так страшно. Ли, давай! Ну, Ли! Ты сможешь! Мне кажется, мы видели уже эту машину, нет? А это, суча, машина не так, из которой мы взяли припасы? Очень похоже! И где вот? Чей искать, Климентин? Блин, здесь тоже могут ходить ходячие. Мы не можем, да, идти, это в Годвей? Потому что не факт, что у нас здесь, но здесь какая-то ловушка. Это явно. Господи! Кто такой? Я нашёл нам смежные комнаты. Привет. Хорошо. Это очень вежливо. Выглядишь ужасно. И у тебя не хватает руки. Иди туда. Клади все свои вещи. Выпустите меня, кто там пришёл? Дорогая, веди себя потише. Все вещи туда. Мне вещей-то нет, рация и нож. Ну и кухонные топоды. Только не нервничай. Разве похоже, что я нервничаю? Лучше всё положить, то вдруг у нас пистелит. Хорошо. Садись. Тебе что надо, мужик? Ты знаешь, кто я? Нет, я ничего о тебе не знаю. А ты и не мог знать. Люди вроде тебя меня не знают. А теперь ты, наверное, думаешь, кто же всё это делает со мной. Так? Несколько недель назад вы нашли машину в лесу. Точно! Я говорю, набитую разной едой, водой и другими необходимыми для выживания вещами. Я же сказала, что машина знакомая. Да. Я не какой-нибудь каннибал. Или убийца из леса. Или злодей. Я просто отец. Я тренер в детской футбольной лиге. Я ничего у тебя не брал. А твои люди? Я был не согласен с ними. Именно так мне и сказала Клементина. И почему ты был против? Вы наверняка должны были вернуться. В машине горел свет. А мы и вернулись. Повторяю, мы вернулись. Что ты хочешь, чтобы я сказал? Я не хочу, чтобы ты что-то говорил. Я хочу, чтобы ты знал, что произошло. Тебе когда-нибудь приходилось причинять боль тем, кого ты любишь? Да, конечно. Кому? Не знаю, моей жене. Клементина сказал, что она была не с тобой. Очень давно я причинил ей боль. Почему? Во многих отношениях. Она ездила по командировкам. Мне это не нравилось. Я хотел семью. Резонное желание в такой момент. Мы подрались, и это привело к тому, что мой самый большой страх стал реальностью. Однажды мне стало плохо по дороге в класс. Я отменил урок и отправился домой. Увидел ее с каким-то мужиком. Убил его. Я так долго был зол на нее, и даже не представлял, какую боль она испытывала. А как насчет тебя? Я причинил ей такую боль. Мой сын, Адам, пропал. Я взял его на охоту. Хотя моя жена сказала, что он слишком молод. Я считал, что он должен научиться. Я вернулся без него. Я вернулся без него, и ее лицо безмолвно кричал, ты монстр. Мы все отправились его искать, но так и не нашли. Я причинил ей большую боль. А потом мы вернулись, и все наши вещи пропали. Это были твои люди, Ли. Этот ублюдок в бейсболке. И его чертова. Тупая жена. Я мог бы снова заслужить ее доверие, если бы они не сделали нашу ситуацию такой отчаянной. Мне жаль. Чем голоднее она становилась, тем больше она винила меня. А потом она взяла нашу дочь Элизабет и ушла. Они ушли недалеко. Я нашел их день спустя на дороге. По-твоему, я похож на монстра? Мы все похожи. Некоторые больше других. Я не такой, как ты. Ты убил человека вилами прямо на глазах у маленькой девочки. Я делал то, что должен был. Ты солгал ей о том, кто ты такой на самом деле. Было неподходящее время. Сколько раз она чуть не погибла, будучи рядом с тобой? Лучше бы ты сделать не смог. Именно это я и мог бы сделать. Тебе что надо, а? Мы не виноваты. Откуда ты все это знаешь? Понятно. Ты монстр. Ты убийца и вор. И я заставлю тебя страдать. Очень сильно. Я не крал у тебя. Но подумай обо всем остальном, что ты натворил. После того, как я услышал Клементина Флорадзе, я не был зол на тебя. Я отправился за другими, чтобы отомстить. Но чем больше я слышал о том, что ты творил, и в какой опасности она была, план изменился. Ли, послушай меня. Я хочу, чтобы ты это услышал перед тем, что произойдет дальше. И я могу о ней позаботиться. У нас может быть семья. Какая семья? Ты что, дебил? Могу поспорить, что ты даже не знаешь, сколько ей лет. Ей восемь. Неверно. Ей девять. Ее день рождения был шесть дней назад. Ты как маньячила выглядишь. Я понимаю, что я знаю, что значит быть отцом. Она не будет подвергаться опасности, как было с тобой. Этому не бывать. Ты сумасшедший. Оставить ее с тобой, вот это сумасшествие. Отпусти нас. Нет. Нет, я так не думаю. Ты уходишь, а мы создаем новую семью. Какой, блядь, семью ты и о чем? Эй, дорогая. Я думаю, это все скоро закончится. С кем ты? Я тоже рад. Клементина! Наверное. Мне грустно видеть тебя такой. Я так скучаю по твоей улыбке, дорогая. У него что там? Я так по тебе скучаю, Тесс. Думаю, Клементина тебе очень понравится. Она, конечно, не лизня, но она милая. Она не обидит мухи. Ах ты, сука! Отойди от меня, тварь! Тебе не забрать Клементину. Это моя девочка. Блядь. Ах ты, сучонок. Ах ты, как это тяжело-то, а? Я что-то кью сломаю. Давай, 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 давай. Ты сможешь, Ли. Ах. В смысле, просто уходи? Офигеть. Клем, детка. Она смогла это сделать. Бедненькая. Все в порядке, все в порядке. У тебя нет руки. Почему? Это так страшно. Был несчастный случай. Давай поговорим об этом в безопасном месте. Ты плохо пахнешь. Да, я знаю. Он ничего тебе не сделал? Нет, вовсе нет. Прости меня, Ли. Я прощу, Ли. Клем, все в порядке. Нам нужно найти безопасное место, и там мы сможем поговорить. Хорошо? Да. Теперь все в порядке. Сейчас нам нужно решить, как выбраться из Саванны. Как можно скорее. Эй, ты спасла меня. Это моя вина. Все вокруг опасно, как ты и говорил. Все в порядке. Зато ты научилась. Так, нам бы что-нибудь забрать отсюда. Это реально глава жены. Причем живая. Боже. Не смотри туда. Нет, я знаю. Он реально сумасшедший. Так что? Мы тут ничего не можем взять? Где выход? Вон там. И все, да? Блядь, это был последний патрон. Она не укусила тебя? Ага, я знаю. Наверное, ты весь покрыт этой противной деревенью. Мне пришлось прорваться чисто в пуходячих, чтобы тебя спасти. Вот как мы выберемся из саванны. Ах ты, Йокки. Нет. Не смотри, девочка. Все противно, да? Но хочешь жить, умеет вертеться. Мы тебя отмоем, как только сможем. Думаю, не скоро. Ты закончил? Еще немного. Хочу быть уверенной. Вот, теперь должно сработать. Надеюсь. И ты кое-что потеряла. Я думала, что она потерялась. Я кепка. Я думала, что ты потерялась. Спасибо. Господи. Оставайся рядом со мной и иди очень медленно. Не оглядывайся по сторонам и не паникуй. И я защищу тебя. О, кошмар. Сейчас надо действовать вообще очень аккуратно. Я вот не представляю, как Ли вообще смог пробраться сквозь такую толпу. И тот говорит, что он не отец. Да он Клементина считает своей дочкой настолько, что он готов был пожертвовать своей жизнью, чтобы спасти ее. Ганна, ни в кого не вырезаться. Тихо, тихо, тихо. Тише, 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 Клем. Все хорошо. Ли уже настолько плохо. У него уже превращение. Что такое? Это ее родители? Клем. Тише. Клем, не надо. Господи, Ли, ты че? Ли, очнись, пожалуйста, не умирай. Пожалуйста. Ли, я так испугалась. Я подумала, что ты меня покинул. Я видела своих родителей. Солнышко, иди ко мне. Они мертвы. Они правда мертвы. Клементина, ну нужно выбираться отсюда как можно быстрее. Мы не можем, там снаружи их тысячи. Мы должны, я буду защищать тебя. Будем продвигаться через них. Нет, это безумие. Я спасла тебя. Мы здесь в безопасности. Я заперла нас изнутри. Попробуй открыть дверь. Я не могу. Можешь. Она была немного открыта, когда я нашла ее. Я закрою, чтобы она была безопасней. На счет три. Раз, два. Лу-лу-лу. Похоже, все. Она не откроет. Видишь? Клементина, милая. У меня нет руки, потому что я ее отрезал. Почему ты это сделал? Потому что я был укушен, Клем. Нет, пожалуйста, нет. Это неправда. Нет, это правда. Прости меня, Клементина. Я должен заботиться о тебе, но сейчас я не могу этого сделать. Я понимаю. Думаю, там может быть выход. Хорошо. Молодчина. Пошли. Только я не смогу слишком быстро. Я помогу тебе. Укладывай, не плакать. Тише. Держу тебя. Можешь опереться на меня, если хочешь. Я в порядке, в порядке. Я думала, что помогла тебе, притащив сюда. Конечно, помогла, милая. Снаружи опасно. Они бы съели меня. Было трудно. Я не знаю, как это у тебя получилось, но ты справилась. Ясно? Продолжай идти. Мы почти дошли. Вставай, Ли. Движ, ты рядом. Ты рядом. Ради Клем. Ну, вставай. Не могу. Ты должен. Клем. Я не могу двигаться. Для меня это конец. Пожалуйста, пожалуйста, попробуй еще раз. Давай. Давай, Ли, вставай. Ты должен спасти эту девочку. Я не могу. У тебя мало времени. Ты должна сделать что-нибудь быстро. Например. Тебе нужно выбираться отсюда как можно быстрее. Я не могу тебя бросить. Просто уходи отсюда, хорошо? Мы что-нибудь придумаем. Не волнуйся. Выход там, Клем. Просто узнай для начала, открыта ли она. Закрыта. Это не проблема. Там стеклянное окно. Да не рукой. Здесь есть стул. Клем. Там вот при лавке бейсбольной бита. Возьми ее. Как тяжело. Используй битву, чтобы разбить окно. Там ты выберешься отсюда, поняла? Да. Будь осторожна с битым стеклом. Отличная работа. Милая, не бойся его. Ты умная, а он нет. Ты умнее всех вместе взятых. Клем, пододвинь стуль и залезай на него, чтобы добраться до замка. Клем, открывай. Он был в ловушке. Тогда все будет просто. У него есть ключи. Возможно, от этой двери есть все, что нам понадобится. Ты сможешь. На полу наручники. Возьми их. Хорошо ли? Клоны не плакать. Надень их на меня и пристегни здесь. Что? Зачем? Не важно, что случится. Ты будешь в безопасности. Даже не знаю. Просто сделай это, солнышко. Просто надежно ли надет? Правильно, надежно ли надет? Я не хочу этого делать. Ты должна ради своей же безопасности. Теперь ты должна разобраться с ним. Он в ловушке. Если ты будешь осторожна, то сможешь забрать у него все, что нам нужно. Ключи и еще оружие. Точно. Ключи и оружие. Просто не бойся. Даже если что-то пойдет не так, ты быстрее, чем он. Что я должна забрать первым? Ты ведь так близко. Попробуй забрать все. Попытайся. Господи. Сбавь с ним. Блядь. Осторожно. Блин Блин Я не могу взять Блин Дай пни Держи, Клем Давай Ну же Я сделала это Я избавилась от него Иди ко мне Да, ты ведь сделала это Умница Я могу превратиться, милая Если я превращусь, будет плохо Нет, не можешь, ты не можешь превратиться Поверь, Клем Я не хочу этого Я пытаюсь Пытаюсь Мои родители Это ужасно Даже не представляю, насколько солнышко А сейчас ты Пожалуйста Пожалуйста Не становись одним из них Пожалуйста Не становись ходячим Можно сделать лучше одну вещь Чтобы это избежать И ты знаешь, какую Я не знаю Смогу ли Милой, ты должна убить меня Ли, нет Все в порядке Все в порядке Мэйкен Помнишь первые дни После нашей встречи? Да Помню Когда я пошел Спасать Гленна Мы встретили девушку Она была укушена Как и я И все, что она хотела Не стать ходячим Ли И я помню, как тяжело это сделать Но я рад, что это сделал Тебе не захочется увидеть меня одним из них Хорошо, Ли Я это сделаю Сделаю Как и тяжело Найди Омеда и Кристу Они за городом Около поезда Ты помнишь, как дойти до него? Да Хорошо Они позаботятся о тебе Кошмар Какие тяжело Знаешь, что родителями ротвые Еще и Элли убить Следи за прической Я буду Я буду сама себя постыгать Отлично Молодец И еще Нет, Ли Что? Что еще? Ничего Не волнуйся Все в порядке Я буду скучать По тебе Я тоже Как вот можно Девочке маленькой Решиться Убить его Я им понимаю Нет, не волнуйся Нет, не волнуйся Я не волнуйся Просто смысл его оставлять, чтобы он всю жизнь был прикован к этим батареям и улучшился. Кошвар. Маленькая девочка потеряла всё. Потеряла единственного человека, который быстро всё это время рядом и помогал ей. Кошмар. Ох, 63% игроков вы избавили ли от превращения. Вы защитили... Так, это у нас по ним идёт, да? Кенни, вы защитили его сына в аптеке. Вы уговорили его, что не стоит игнорировать. Вы убили его сына, чтобы ему не пришлось. Он пропал в стае ходячих, спасая Бена. Катя, вы дали воды Даку, а не застрелили... Она застрелилась из-за сына. Ларе, вы пытались помочь ему, и Ларе умер в холодильнике на ферме. С Лиле, вы назвали её сучкой при первой встрече. Вы поддержали её, когда пропали запасы, и Лиле украла Фруго. Омид, вы столкнули её с моста при побеге, вы помогли ему забраться в поезд. Вы разделились, вы оставили клемм с ним перед уходом. Ой, ужас. Так, защитили Бена, когда его называли. Кем-то там вы заступились. Ой, ужас. Это просто игра просто превосходная. Но финал, чёрт, почему они не оставили его в живых, я не понимаю. Блин, я не знаю, это тяжело. Я до сих пор сижу, у меня слёзы текут. Зачем они так, я не знаю, поступили. Маленькая девочка в таком мире осталась одна. Её родители мертвы, и они умерли самый же первый день, когда появилась эта вспышка заражения, как ещё это назвать. И тут встретился человек, который столько с ней был, помогал. И по какой-то глупости его укусил зомби, и в итоге девочка лишается его. И ещё, причём, сама же его убивает, чтобы он не мучился. Это жестоко. Это на самом деле очень жестоко. Делать такие, не знаю, финалы, это вообще кошмар. Но его, можно было, конечно, его не убивать, оставить. Но, как я и говорила, что, а смысл? Чтобы он так всю жизнь был в состоянии зомби, прикованных батареей. Зачем? Она и так видела своих родителей, которые просто ходят в поисках еды, мозгов, кишок, чего ещё. И было бы гуман нереально его убить, чтобы он не обратился. И тут нет никаких даже сомнений, что, может быть, он бы остался человеком. Нет, он не остался бы человеком. Потому что по нему видно, и степень заражения уже очень большая. И с минуты на минуту он превратится. Во-первых, он весь побледнел, и у него глаза стали жёлтыми. Это всё. И по нему видно, что он умирает. Он на последнем издыхании. Не знаю, Ли это просто мой герой. Потому что он даже уже укушенным, да, человеком отрезал руку и пошёл спасать клемм. Он даже стал пробиваться сквозь эту толпу зомби, зная, что его могут убить, просто загрызть и всё. Но он пошёл и спас эту... По сути, изначально это была просто ему чужая девочка. Но за всё время нашего прохождения, за всё время прохождения этой игры, она стала ему как дочь. И, конечно, он готов был жопу рвать ради неё. И что он, в принципе, это сделал? Он её спас. Ценой своей жизни он её спас. Даже не знаю, нет смысла ещё что-то говорить про эту игру. Я скажу одно. Это очень прекрасная игра. Да, она в какой-то степени жестокая, жёсткая. Но... Такова жизнь. И... Кто знает, что... Как мы будем поступать, если, не дай бог, да, такое случится. Ой, у нас после титров ещё заставочка. Бедная Клемка. Кошмар. Я представляю, как у неё сейчас просто внутри что у неё происходит. И, на самом деле, от этого можно слетить с катушек. Что там? Это, может быть, Кристо и Омит? Потому что это на ходячих не похоже. Мне кажется, это они. Потому что кто ещё может быть? По фигуре видно один ниже, другой выше. Что ж... Мы прошли «Ходячие мертвецы». Первый эпизод. И... У нас, по идее... Остался только особый эпизод. 400 дней. В который я реально ни разу не играла. Я, правда, не знаю даже, что там будет. Ну, вроде как, ты играешь с каких-то персонажей. То есть, их историю узнаёшь. Так что, думаю... Раз мы покончили с прохождением основной игры, думаю, конечно же, этот эпизод я тоже пройду. Мне это очень интересно. Так как, я повторяю, с ней я не проходила его. Что ж, ребят. Будем прощаться с «Ходячими мертвецами» первым эпизодом. Второй эпизод у нас не за горами. Тоже, как и третий и четвёртый эпизод. У меня уже предзаказ, как только поступила игра в Steam. То есть, я сразу же сделал предзаказ. Поэтому, собственно, я и начала быстренько проходить «Ходячих», чтобы и как бы освежить память, и проходить то, что я не проходила, а чтобы быть уже подготовлена к четвёртому эпизоду. Потому что там будет, как я поняла, такая же фишка, что и из всех остальных из эпизода в эпизод. Все наши выборы, вся наша история. То есть, переходит в следующий. Но четвёртый сезон будет заключительный. То есть, вот Эллы сказали, больше не будет истории про нашу Клементино, и это будет завершающий. Что ж, ну такой вот грустный, грустный, не знаю, ужасный ноти, наверное, мы закончим. Так что, всем спасибо, кто проходил этот нелёгкий путь вместе со мной. Все, кто так же, как и я, переживали за этих героев. И спасибо тем, кто просто так же думал, как и я, то есть, что надо делать такие-то, такие-то выборы. Вообще, ребятки, всем спасибо. На этом заканчивается прохождение ходячих моих тезлов первого сезона. Но особый эпизод я, конечно же, запишу. Так что, ребятки, всем спасибо. Не забывайте, как обычно, подписываться, ставить лайки, ставить комментарии, нажимать колокольчик. И на этом всё. Всем спасибо. Всех люблю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok